В Одинцовском дорожно-ремонтном строительном управлении представлено больше ста единиц самой разной техники. Самосвалы, бортовые машины, асфальтоукладчики, экскаваторы, погрузчики. Есть уникальные образцы. В свое время мы приобрели уникальную машину канадского происхождения, снегоплавильную установку. В производительности тысячи кубов смены. Это приличная производительность, во всяком случае на Одинцово. На мой взгляд, хватит сполна на зимний период времени. ДРСУ может похвастаться своей техникой, однако уже довольно долго она простаивает без дела. Управление не сумело выиграть тендер на обслуживание дорог. В результате количество заказов сильно сократилось. Проблема у нас одна. К сожалению, на этот год мы не пошли на аукцион по содержанию дорог. Ну и естественно, это экономически для предприятия ощутимо. Ну ничего, стараемся работать на так называемых третьих лицах. Это у нас в простонародье называется заказчик, который не связан с бюджетом. Во всяком случае, коллектив сохранили, заработную плату выплачиваем, налоги платим. Могут ли местные власти повлиять на сложную ситуацию, с которой столкнулась Одинцовская ДРСУ? Ведь данная проблема беспокоит не только коллектив управления, но и руководство района. Мы не можем эту ситуацию отпустить на самотек. Тем более, это еще и становится поводом для всяких политических спекуляций. Сегодня рассчитываем на конструктивный диалог с руководителем, с Алтуховым Владимиром Дмитриевичем на предмет дальнейшего взаимодействия и использования этих всех мощностей и профессионального слаженного коллектива в уборке, содержании наших дорог, в ремонте дорог. Глава района Андрей Иванов и директор ДРСУ Владимир Алтухов обсудили план дальнейшего сотрудничества. Одним из вариантов взаимодействия может стать использование ресурсов предприятия для возведения эстакады на улице Маковского в Одинцово и дорожной развязки в районе гимназии имени Евгения Примакова в Раздорах. Дарья Киреева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.